В октябре 1941 года около города Мценска 4-я танковая бригада полковника Катукова вела бои против частей 2-й танковой группы генерала Гудериана. 6-го числа у села Первый воин пехотный батальон капитана Кочеткова, занимающий позиции на одной из высоток возле шоссе, был атакован силами до 100 танков и мотопехоты 4-й танковой дивизии вермахта. Подавив противотанковые орудия, танки ворвались в расположение стрелков и начали утюжить окопы гусеницами. Вдруг в борт немецких танков из леса ударили 4 советских Т-34 под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Лавриненко. Это Катуков прислал пехотинцам помощь. Несколько танков с крестами на бортах загорелись, и пока нацисты разворачивали свой фланг в сторону атакующих советских машин, те, в свою очередь, покинули поле боя. Через несколько минут те же самые Т-34, выехав из-за холма, атаковали нацистов с тыла, и снова уничтожив несколько танков, растворились в лесу. Немцы, думая, что против них сражается большая танковая группа, стали отступать, а Т-34, всплывая то в одном, то в другом месте, наносили ощутимый урон противнику. В этом бою будущий танковый аст Дмитрий Лавриненко открыл счет своим победам, уничтожив четыре танка противника, а вся его группа суммарно подбила 15 танков. Дмитрий Федорович Лавриненко родился 14 октября 1914 года в станице Бесстрашной Краснодарского края, в семье кубанского казака. Окончив школу крестьянской молодежи, а затем и учительские курсы, Дмитрий Лавриненко работал учителем в школе в Туторе Сладкий, Армавирского района. В 1934 году Лавриненко добровольцем вступил в ряды Красной Армии, где окончил Ульяновское бронетанковое училище, и до войны успел поучаствовать в походах на Западную Украину и в Бессарабию. Великую Отечественную войну лейтенант Лавриненко встретил на Украине в должности командира танкового взвода 15-й танковой дивизии. Эта дивизия, отступая и теряя в походах материальную часть в виде сломанных танков, на начальном этапе войны не принимала участия в боевых действиях. Вышел из строя и танк Лавриненко. Позже танкистов без машин направили на переформирование в Сталинград, а 15-я танковая дивизия погибла в Уманском котле. Получая новый танк Т-34, Лавриненко сказал, «Ну теперь я с Гитлером рассчитаюсь». Его вместе с машиной направили служить командиром танкового взвода, только что сформированной 4-й танковой бригады, под командованием полковника Михаила Ефимовича Катукова. В боях под Мценском бригаде Катукову удалось нанести ощутимый урон войскам Гудериана, и за это она получила почетное звание 1-й гвардейской танковой бригады. 19 октября ее перебросили под Москву на Волоколамское направление. И тут случилось ЧП. Экипаж Лавриненко вместе с танком пропал. Его оставили под Мценском охранять штаб. Штабисты практически сразу отпустили Лавриненко, но тот колонну так и не догнал. Катуков и начальник политотдела старший батальонный комиссар Деревянкин, обзванивая все возможные части, не могли найти потерянный танк. Но на следующий день к штабу бригады подъехала 34-ка Лавриненко с немецким штабным автобусом на буксире. Оказалось, что танк в дороге сломался, и после его починки экипаж пытался догнать свою колонну, но в Серпухове комендант города комбриг Фирсов задержал Лавриненко. На город шли немецкие части в количестве одного батальона, а у коменданта не было сил, чтобы задержать врага. Тогда Лавриненко устроил колонне немцев в засаду. Подпустив фашистов на максимально короткую дистанцию, экипаж расстрелял колонну в упор. Уничтожив несколько грузовиков и орудий из засады, танковый ехал на дорогу, давя и расстреливая все, что оказывалось на его пути. В этот момент подошли части, предназначенные для обороны Серпухова, и также вступили в бой. Немецкий батальон практически полностью был уничтожен, и лишь малой группе немцев удалось сбежать. Экипаж Лавриненко в этом бою захватил 10 мотоциклов, 6 минометов, противотанковую пушку и штабной автобус с документами. Комбриг Фирсов написал объяснительную записку Катукову, в которой описал причину задержки танка. Лавриненко Дмитрий Федорович во время битвы за Москву провел 28 кровопролитных боев. Как писал Катуков, с именем Лавриненко был связан каждый километр боевого пути 1-й гвардейской танковой бригады. Не было ни одного серьезного боевого тела, в котором он бы не участвовал. Еще в бронетанковом училище друзья прозвали Дмитрия Лавриненко «Снайперский глаз». Он стрелял точно из всех видов оружия, а впоследствии однополчан поражало его меткости при выстреле из пушки танка. Лавриненко совмещал функции командира и наводчика, и всегда стрелял сам. 17 ноября 1941 года группа в количестве шести танков под командованием старшего лейтенанта Лавриненко, помогая 1073-му панфиловскому полку, получила задачу отбить село Лысцево. Не доехав до цели полкилометра, наши танкисты заметили танки противника в количестве 18 штук. Группа Лавриненко сходу вступила в бой. В этой битве немцам удалось поджечь два наших легких танка БТ и повредить две 34-ки. Но, потеряв семь своих танков, они вышли из боя и отступили. 34-ка Лавриненко и легкий танк БТ-7 Маликова остались целыми. Они на большой скорости ворвались в село. Оставшиеся без поддержки своих танков немецкие пехотинцы укрылись в каменных строениях и попытались организовать сопротивление. Но эти очаги быстро были ликвидированы танкистами и подошедшими стрелками 1073-го полка. Но в этот момент из штаба по рации сообщили, что на правом фланге дивизии немцы совершили новый прорыв. Развивая успех, они выходили в тыл стрелкам и танкам Лавриненко. Немецкая танковая колонна уже двигалась в тылу боевых порядков Панфиловской дивизии. Дмитрий Федорович направил танк Маликова на охрану штаба, а сам скрытно перелесками и оврагами вывел свою 34-ку навстречу танковой колонне нацистов. Около дороги не было места, чтобы сделать засаду, поэтому Лавриненко стал ждать врага прямо в поле. Вскоре появились немцы. Когда наши танкисты подсчитали танки противника, то оказалось, что их опять 18. Только теперь Лавриненко пришлось сражаться с ними в одиночку. Советский танк был выкрашен в белый цвет, поэтому на снежном покрове немцы не сразу его заметили. Лавриненко, подпустив противника поближе, открыл огонь и за короткое время уничтожил три средних и три легких немецких танка, а потом ушел от погони. Отважный гвардейский экипаж застопорил дальнейшее продвижение фашистов и помог нашим частям планомерно отойти на новые рубежи. Уже на следующий день, 18 ноября, когда буквально на глазах Лавриненко нацистской миной был убит генерал Панфилов, танкист направил свою машину на прорвавшиеся к штабу танки противника. В отчаянном бою, потрясенные гибелью Панфилова, танкисты действовали не по тактическому расчету, а повинуясь инстинкту мщения. Как и держимые, помчались они навстречу гитлеровским машинам. Противник, увидев идущий на таран советский танк, на какое-то мгновение растерялся, но вдруг машина остановилась в нескольких десятках метров и быстро произвела семь выстрелов. Семь нацистских танков были уничтожены, а Лавриненко опомнился только, когда заело спусковой механизм, и он никак не мог сделать выстрел по удирающей восьмой машине. Тогда он выскочил из танка и погнался за немецкими танкистами, подожженных им машин, которые пытались прятаться в кустарнике, стреляя на ходу по ним из пистолета. Но тут подъехали еще 10 немецких танков. Лавриненко запрыгнул обратно в свой танк, и в этот момент раздался взрыв. В боковой броне зияла рваная дыра. Когда дым рассеялся, водитель бедный был мертв, а радист Шаров ранен в живот. Лавриненко и заряжающий Федоров вытащили его через верхний люк, но тот сразу же скончался у них на руках. В этот момент в 34-ке сдетонировал боекомплект. Лавриненко Дмитрий Федорович за два с половиной месяца ожесточенных боев уничтожил 52 нацистских танка, что сделало его не только самым результативным танкистом РККА, но и одним из самых выдающихся танковых асов Великой Отечественной и шире Второй мировой войны. Ведь все свои победы он одержал за сравнительно короткое время. В танковых боях он лишь раз подался чувствам после смерти любимого всеми генерала Панфилова, а так Лавриненко был хорошим хладнокровным тактиком. Он, если была такая возможность, внимательно изучал предстоящее поле боя, чтобы правильно выбрать направление атаки и вид последующего маневра. Он активно использовал преимущество Т-34 перед немецкими танками в проходимости в условиях осенней распутицы. Он уверенно маневрировал на поле боя, скрываясь за складками местности и меняя позицию, вновь атаковал с нового направления, создавая у противника ложные впечатления о действиях сразу нескольких групп танков. Используя также тактику танковых засад, он иногда шел на хитрость. Один раз еще в боях под Мценском Лавриненко, замаскировав свой танк, установил на позиции бревна, внешне походившие на стволы танковых орудий. Нацисты открыли по ложным целям огонь, а экипаж Лавриненко, подпустив врага поближе, обрушил на них губительный огонь из засады и уничтожил 9 танков, 2 орудия и около роты пехотинцев. Погиб Дмитрий Федорович 7 декабря 1941 года, когда уже советские войска погнали нацистов прочь от Москвы. Танковая рота гвардии старшего лейтенанта Лавриненко на рассвете ворвалась в деревню Горяды. Застигнув немцев врасплох, танкисты уничтожили гарнизон и решили атаковать село Покровское. Но фашисты потянули к шоссе 10 танков с пехотным десантом и противотанковыми орудиями. Рота Лавриненко вступила в бой и ликвидировала немецкую группу. В этом бою Дмитрий Федорович уничтожил свой последний 52-й танк, два противотанковых орудия и до полусотни фашистских солдат. Буквально через час в деревне Горюны, которую месяц назад, находясь в окружении, стойко защищал 3 дня легендарный комбат Баврджан-Мамы-Шулы, а теперь уже будучи вновь освобожденной от немцев, Лавриненко вызвали в штаб для доклада. В этот момент нацисты подвергли деревню минометному обстрелу. Не обращая внимания на рвущиеся мины, Лавриненко после доклада направился к своему танку и, не дойдя до него всего несколько шагов, вдруг упал в снег. Танкисты бросились к своему командиру, но помочь ему уже ничем не смогли. 22 декабря 1941 года гвардии старший лейтенант Лавриненко Дмитрий Федорович был награжден орденом Ленина посмертно, а 5 мая 1990 года героем Советского Союза. Похоронили Дмитрия Лавриненко по всем правилам воинского ритуала неподалеку от Волоколамского шоссе близ деревни Горюны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова